Я Алексей Егоров Легендарный, но когда еще с проверкой по магазинам пойдут лично чиновники такого рака? Главный санитарный врач страны? Глава Росрыболовства? Одинаковые упаковки абсолютно. Эти два образца чиновники купили в магазине, теперь их проверят в лаборатории. Но им и так понятно, где тут обман. Найдите этикет, как написано. Ну скажи, билет риски бескоро-порционное. Даляй, ну в них этикет, как написано. Филе минтай уже нафига, филе минтай. В полбили, что китайский товар выдают за российский, так еще и саму рыбу подделывают. Легким движением руки раздельщика минтай превращается в треску. Из макроруса выйдет первосортный палтус. Экзотическую натотению выдадут за судака. Впрочем, купить дешевую рыбу, заплатив за дорогую, это, конечно, обидно, но для здоровья не вредно. А ведь рыбные филе еще не накачивают химией. Когда мы делали программу «Цены. История всероссийского обмана», это стало настоящим открытием расследования. Вы никогда не задумывались о том, что рыбу можно покрасить? Как работает эта технология, мы вам сейчас покажем. У нас есть кусок рыбы натотения. Обычно его вылавливают в Чили и у нас в России продают под видом судака. Но сейчас натотение мы придадим оттенок для восточного лосося. Это реально? Да, это вполне реально. Ибо арсенал красителей на современном российском рынке, особенно импортного производства, он просто безграничен. Технологию рыбной подкраски раскрывает профессиональный технолог. На его заводе рыбу не красят, но по долгу службы этот человек с процессом знаком. Это краситель, который так и называется, краситель под лосось. Ну, я должен сказать, что... Чем-то пахнет? Можно понять? Да нет, практически без запаха. Единственное, что порошок обладает неким аллергенным действием, когда распыляется вортики, поэтому не советую... А, здесь так и написано. Краситель под лосось. Это древний фотошоп, вполне себе легальная присадка. И так просто добавь воды. Тут самое главное не испачкать руки, потому что отмывается вот этот порошок очень тяжело. Хорошенько перемешай и переходи к покраске. Раз, два, три. Нанимаем. Уже легкий... Оранжевый оттенок. Считаем еще до 10. Оттенок уже сильнее, да. Для чего все это делается? Вроде понятно. Допустим, сделать из бледно-розовой дальневосточной хиты, допустим, форель или семгу и продать ее в виде нарезки, но это два конца минимум. Впрочем, часто рыбу красят и вполне легально. Добавить красненького можно даже живой рыбе. Норвегия. Знаменитые на весь мир рыбные фермы. Здесь рыбе придают нужный оттенок еще при жизни специальными кормовыми добавками. Не то чтобы такая уж химия, но лишний раз говорить об этом производители не любят. А вот поставщики кормов запросто. Обычно мы знаем, сколько закладывать красителей, знаем, какого цвета должна быть рыба. Наши красители – это, конечно, не морковка и не свекла. Это вещество называется астотактин. Если брать вот здесь спектр, то дикая рыба в левом от меня спектре, да, а искусство – это право. Но я повторюсь, она может быть любого цвета искусственной рыбы. Закажите, они вам сделают цвет нерки, ходите. Итак, в 21 веке освоено множество технологий угодить потребителю. Скажем, вы не любите вынимать мелкие кости из селедки? Пожалуйста, кости на заводе растворят кислотой. Эта косточка просто растворилась. А еще рыбу закачивают фосфатами. На вкус она становится более нежной. Но если фосфатов слишком много, вкус уже не имеет значения. Зато из килограмма филе выходит два. Подобное происходит с икрой. Конечно, из заморской баклажаны черную осетровую пока не делают, но стремятся. Некоторые мельцы под осетровую красят щучью. Чтобы подтвердить декларированный вид данной икры, нам нужно выделить смертную икру. В лаборатории популяционной биологии генетики способны определить происхождение икры. Здесь собраны все виды осетров. Компьютер мы посмотрим и всегда найдем среди 10 тысяч образцов тот, который нам нужен. Если данные рыб мамы и папы совпадают с данными ребенка, покупателю волноваться не надо. Надо брать. Это икра из законопослушного хозяйства. Только кто же понесет бесценную икру на проверку, желающих не найти? Вот и придумывают продавцы разные хитрости. Например, ведут борьбу со временем за свежесть. В ГОСТовскую икру добавляют опасный консервант Е-239 – уротропин. В кислой нейтральной среде он разлагается и образует формальдегид. Формалин выступает в роли фиксатора для сохранения цвета красного. То самый формалин, он же формальдегид, патологоанатомы используют для мумификации трупов. По сути дела это яд. Вызывает опухоль процесс. Итак, подведем итоги. Икру красят. Под видом свежей икры продают протухшую, а под видом осетровой впаривают щучью. Как отличить ядовитую икру от полезной? На помощь программе снова приходит глава Росрыболовства Андрей Крайний. Кто лучше всех разбирается в икре как мимминистр рыбной промышленности? Правда, сейчас такой должности нет. Но главный рыбак в стране есть. Глава Федерального агентства по рыболовству. Вот его парадный мундир. А вот он и сам, Андрей Анатольевич Крайний. Добрый день. Андрей Анатольевич, хочу познакомить вас со своими детьми. Это наши прекрасные соведущие. Дети, назовитесь, кто вы? Идите сюда, идите к нам. Илья. Привет, Илья. Софья, давай к нам. Не каждый день пригодится за руку с министром. Привет. Что вы сейчас делаете? Самую полезную, самую вкусную икру. Называется она «Пятиминутка». Для этого нужна свежая икра, любой рыбы. Нужен тузлук. Что такое тузлук? Тузлук – это такой соляной раствор, это вода с солью. Соль – это, естественно, консервант. И вот больше ничего не нужно. В течение пяти минут действительно она в этом тузлуке варится. Эта икра засаливается, точнее говоря. То есть варится это в кавычках? Варится в кавычках. Нет, нет, нет. Андрей Анатольевич, я только хочу подчеркнуть для наших зрителей. Это может быть и щучья икра. Любая, любая. Любая икра, сиговых рыб, трески, лосось. Она вся готовится по одному принципу. Это у нас уже все в тузлуке. Она приготовилась, все облицелилась в пять минут. Мы засекли. Смотри, как. Давайте попробуем сделать. Так вот отжимаем, да, опускаем вот сюда. Так, Андрей Анатольевич, я так понимаю, что наша икра пятиминуточку готова. Да, пожалуйста, пробуйте. Как вы думаете, можно ее дать детям? Абсолютно спокойно. Не хочет. Знаете, почему ребенок не хочет? Потому что ребенок не знает ее цены и ценности. А сейчас в студии у нас есть человек, который знает и ценность, и цену в сракой икре. Более того, человек, побывавший на всяческих закрытых и открытых банкетах, на правительственных приемах он ел икру, чемпион мира по боксу Константин Дзюк. Кость, вы икре разбираетесь? Ну, в общем-то стараюсь. Сейчас мы проверим, как вы разбираетесь. Давайте подойдем к нашему волшебному холодильнику. Тянем, потянем. Два. Так, у меня к вам задача простая, та, перед которой оказывается любой покупатель на рынке. Выберите отсюда самую хорошую, или две самые хорошие, или три самых хорошие. Не пробуя. О, ну, просто очень сложные. А меньше нельзя было, да, поставить? Давайте попробуем понять, здесь какая-то есть действительно хорошая, есть какая-то очень хорошая, есть дорогая, а есть, откровенно говоря, протухшая, которую пытаются выдать за хорошую. Более того, есть искусственная икра. Андрей Анатольевич, помогите. Значит, Кость, любая икра, где есть вода, это... Плохо, да? Вода, вот видишь, вода. Она должна плотно лежать, да, но не сухой массой. Скажем, я зерночки должны быть зерночки. Да, она должна болтаться, да? Вот это, скорее всего, вот эта вот икра, скорее всего, искусственная. На мой взгляд, она искусственная. О, что написано? Искусственная. Андрей Анатольевич, а по какому признаку вы поняли, что вот эта икра искусственная? Ну, во-первых, масса, видите, как она плотная, да, икринки должны лежать отдельно. Во-вторых, очень много воды, да, вот видите, она болтается. Вот эта икра, она была переморожена, потом восстановлена, там, с помощью подсолнечного масла, с помощью чего-то. Как правило, она раскатывается на Сахалине, на Камчатке, там, в Приморожском крае, в Хабаровском крае, в Магадане. А когда ее делают в Москве, ее везут мороженое, разбодяживают, я не подберу другого слова. Так, смотрим, вам как ведущему. Угадал? Не угадал? Почти угадали, написано порченая. Ну, она восстановлена, икра. Такой коричневатый оттенок, это признак... Конечно, она должна быть разного цвета, конечно, красного цвета, разных оттенков. Пробуем, пробуем или так, на глазах, потому что надо пробовать. Правильно, правильно, абсолютно. То есть, Андрей Анатольевич, по крайней мере, по виду покажите вот самую такую... Воды не должно быть, понимаете, вот смотрите, да, вот не должно быть такого, понимаете, да, вот такого не должно быть, вот она, вода. Итак, у нас Андрей Анатольевич демонстрирует свои знания в икре, а интересно, чем питается он сам. И у нас, Константин, была возможность заглянуть в министерский холодильник Андрея Крайнего. Печень ментая, морская капуста, муксун. Кто бы сомневался, что у главного рыбака страны и в холодильнике все рыбное. Андрей Крайний уверяет, обитатели рек и морей у него на завтрак, обед, а иногда и ужин. И в этом он впереди России всей. Я думаю, что если в России едят примерно 20 килограмм рыбы в год на человека, то я, наверное, съедаю килограмм 35. Ну, это за счет мяса. Как говорит наш замечательный коллега Геннадий Георгиевич Анищенко, после 45 лет надо переходить на рыбу, не есть мясо совсем, потому что тяжело усваивается белок. Лучшее мясо – это рыба, считает Андрей Крайний. Оттого нет в его холодильнике ни колбасы... Не считаешь тут полезу. ...ни тушенки. Тушенку я наелся в армии. Мясо-продукт скучный, никакого разнообразия. Ну, что мясо? Телятина, говядина, баранина и все. Другое дело рыба. Тысячи видов, миллион комбинаций. Чем рыба проще, тем она вкуснее. Ну, как проще? Мойва, навага, корюшка. Среди хвостов и плавников скромно притаился творог. Так, для разнообразия. Минералка. Иногда бывает и водочка. В холодильнике находится ледка. И там можно себе позволить рюмку водки. Холодную, но не переохлажденной водки. Но водочка дома. А в этом министерском холодильнике беленькой нет. Зато есть интересующая нас икра. Удивительно, но она в морозилке. Она должна храниться здесь, потому что, если вы посмотрите на все баночки, будут написаны условия хранения. 5-8 градусов мороза должна храниться икра. И действительно, посмотрите на любую баночку. Хранение только при минусовой температуре. Так хранят не только красную, но и белую икорку. В России до примерно 17 века белая икра, то есть икра сиго укропа, икра щуки, трески, палтуса, так называемая белая икра, она оценилась гораздо выше, чем черная икра. Потому черной икры здесь нет. Икра палтуса, трески, щуки – пожалуйста. Зато есть осетр. Живой, как успокоительный. Суды, на самом деле, еще ничего не ели? Нет. А как так? На чем держитесь? Да хватает внутренней энергии. На рыбку? На созерционеры, да. Не голодным взглядом? Нет, нет, нет. Дегустация на миллион. Солистка лиагры и самая дорогая икра в мире. Почему плакат «Жизнь удалась» стал символом охи? И сколько икры требуется для его создания? Как подоить морского ежа? И может ли ментай спасти от радиации? Почему настоящий еврей выберет красную, а не черную? Опасная игра. Выход есть. Смотрите через несколько минут. Теперь, внимание, смертельный номер. Такого, я уверен, вы еще не видели. Министр сейчас будет доить осетра. Константин, дойка осетра. Леша, во-первых, значит, три поправки. Первое. Не доить осетровать икру. Второе. Это действительно рыба семейства осетровых. Называется она стерлядь. Самый мелкий осетр, который быстрее всех растет и быстрее всех дает икру. И третье. Я просто покажу, как это делается. Я не буду доить ее. Загонять будем? Но без помощи Константина, конечно, мне не обойти. Надо ее загонять ко мне. Вообще, надо брать перчатку, для того, чтобы рыба не выскальзывала из рук. Она, думаешь, будет отсюда пугаться? Она будет пугаться отсюда. Значит, делается вот так. Делается... Опа! Делается на... Тихо, 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 тихо. Ну, каждая рыба, да, воюет. Каждое живое существо воюет за существование. Значит, делается надрез в области яичников. И потом, как чулок, как чулок, да, вот так вот. Так выдавливается. Вот так это выдавливается. Я ее отпущу, потому что на самом деле для рыбы это серьезное потрясение нервное. Хочу вам сказать, что, допустим... А для чего это нужно? Для чего нужно... Доить. Доить. Ну, раньше это было чистое варварство. Осетра убивали ради икры. Сегодня можно самку доить несколько раз за период ее жизни. Да, это тоже стресс, но она живет после этого. Она продолжает давать икру. И таким образом, гораздо более такой щадящий способ... Делают же осетра мыши и кесарево сечения. Конечно, конечно, конечно. И вы знаете, вообще это целая история, можно читать целые лекции про вот эту вот рыбу. Это рыба мелового периода. Она появилась на земле 65 миллионов лет назад. Эта рыба жила вместе с пиодактилями и динозаврами. Вот мы с вами говорим про аквакультурную икру, мы говорим о том, что мы запретили промысел осетровых. Это такие небольшие попытки сохранить ископаемую рыбу. А сколько кесаревых сечений один осетр может пережить за свою жизнь? За свою жизнь? Ну, вы знаете, учитывая, что мы этим занимаемся не так давно, там, последние 15-20 лет, но ученые говорят, по опыту 5-6. Но осетр они живут достаточно долго. Икру выпустили, зашили и опять выпустили. Удобно. Удобно, главное, что рыбу не надо убивать для этого. И, кстати сказать, при разведении осетровых, значение имеют только самки. Самцы, по большому счету, господа, как бы вам не было это грустно, никому не нужны. На этой положительной ноте можно расходиться. Как мясо. Как мясо, да. Как всегда. Напоминаю, тема нашей программы икра, не мясо. Поэтому только женщины. Поэтому как всегда. Как всегда. Медведи, шапки-ушанки, водка и блины с икрой. Иностранцы уверены, это и есть Россия. У нас без лососевый или осетровый не обходится ни один праздничный стол. А европейцы в средние века считали черную икру ядовитой и сливали в выгребную яму. А многие страны и по сей день обходятся без икры. Например, в Израиле не едят черную по религиозным убеждениям. В Торе написано, что рыба является кошерной, если она имеет чешуи и половники. У некошерного осетра и икра некошерная. Тут явно это, так сказать, тип некошерной рыбы. Вместо чешуи у этой рыбы полосы костных пластинок. Поэтому правоверным иудеям есть осетровых нельзя, а разводить можно. Чтобы добро не пропадало, Израиль поставляет черную икру в Америку, Европу и даже в рыбные державы – Россию и Японию. Для себя иудеи закупают лососевую. Кстати, именно еврейские торговцы когда-то наладили в России промышленный выпуск красной икры. Так, кошерная еврейская икра лососевых стала любимой российской. Нашу родную черную в Иране называют икрой персидского осетра. Иран – единственная страна на Каспии, кому ООН разрешила добычу осетровых и единственная, где действует госмонополия. Если нарушишь – смертная казнь. В Японии за икру не убивают. Остров Хоккайдо – знаменитый на весь мир рыбный рынок. Здесь импортная икра – дорогое удовольствие. Экономные японцы предпочитают массовый продукт собственного производства. Минтайко – икра минтая. Дешево и сердито, зато полезно. В эпоху жесткого дефицита икра минтая заполнила полки магазинов СССР. С тех пор в нашем сознании она считается второсортной. Подать на стол икру минтая – значит обидеть гостей. Японцы с этим не согласны. Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Икра с хлебом, да еще с маслом – это чисто русская традиция. Хоть бы хлеба доставлен. Так же, как с водкой. И действительно, это правильное сочетание. Сорокоградусная не заглушает вкус икры. А вот французы едят икру с шампанским. И не только рыбью. Песк моды для гурманов. Улиточная икра с пикантным припусом почвы. Мы создаем для них тепличные условия. У нас улитка не впадает в спячку, она постоянно двигается, ест. На французской ферме в тепличных условиях улитка взрослеет быстрее и плодоносит чаще. У меня сейчас на ферме 75 тысяч улиток, то есть 300 килограммов икры. Я могу делать хоть тонну в год. Главное, чтобы люди привыкли к этому вкусу. По стоимости с улиточной икрой не может конкурировать не самая дорогая черная белужья 20 тысяч рублей за полкило. Не уж тем более осетровая. Ее теперь используют не по назначению. Голливудские звезды увлеклись обертыванием из осетровой икры. Особенно полюбилась икра Анджелине Джоли. Наши знаменитости икрой не мажутся. Зачем продукт переводить? Моё имя могло бы звучать. Москва. В ресторане, куда заходят президенты, сегодня презентуют самую дорогую в нашей стране икру. В дегустации на миллион участвует солистка Виагры Ела. В детстве ей доводилось подчивать икру плошками, поэтому именно она будет выбирать самую-самую. Ела однажды икру, между прочим, с водкой. Сначала ей подали привычную красную. Потом черную. Потом перешли на заморскую, которая знакома любителям суши. Затем принесли дорогую кефалевую. На вкус она вроде икры, извлеченной из вяленой воблы. Мы бы ее ели с пивом, а итальянцы предпочитают с пастой. С тружечкой. И, наконец, вот он, гвоздь программы. Эксклюзивная стопка икры. Самой вкусной, по мнению Евы, оказалась дальневосточная икра морского ежа. Японцы в сезон едят ее каждый день. А у нас она подается в мелкой посуде и за очень большие деньги. Икра морского ежа. Не колючая. Кость, ну понятно, когда мы разбирались с красной икрой, она открытая. Тут легко отличить нормальный от ненормальный. Но покупатель-то у нас сталкивается с другой проблемой. Заходит в магазин, видит вот эти баночки, пешки, шашки. Да. Вот здесь как понять, что из них можно, что нельзя. Андрей Анатольевич, Костя, давайте-ка сначала вы. Вы все-таки, вот представьте, вы пришли в магазин. Наверное, я бы первое старался бы смотреть. Я продавец. Давай, покажите мне хорошую икру. Нет. Вы продавец. Я продавец. Я здесь только два дня работаю. Костя, Костя, я считаю, что это отдел самообслуживания. Вот так. Продавца нет. Да, ну, так, 0-1-0-9-10. Это у нас дата выпуска или дата... Выпуска. Это дата посола, я бы сказал. Если честно, я в магазин очень редко хожу. Отличная новость. Андрей Анатольевич, часто ходите? Я бываю регулярно в магазинах, но, честно сказать, у меня такой профессиональный взгляд, я сразу иду в рыбный отдел и там смотрю. А так у меня... Давайте начнем вот с этой банки. Икра черная, натуральная. Да. Значит, прежде всего, первое, бомбаш это называется у профессионалов, то есть сдутая крышка. Вот. Вот этот вот звук характерный. Потом, что необходимо уметь каждому покупателю? Прежде всего, нужно уметь читать и быть внимательными. Потому что, если вот вы видите, да, черная икра. Вот я, допустим, посмотрю, я понимаю, что она не черная, то есть она крашеная. Ну, я не знаю, видно ли это на камере, но, поверьте на слово, черная икра выглядит не так, мы ее с вами только что видим. Потом, мы начинаем разворачивать банку и читаем. Икра натуральная, не уступает по вкусу осетровой. Мы думаем, ага. Начинаем читать то, что написано очень мелко. Читаем. Состав. Икра Пиногора. Это Баренцева моря, город-герой Мурманск. Вот там икра Пиногора производится. К сожалению, из-за бомбажа икра некачественная. Такую икру, любую, красную, черную, белую, там, где бомбаш... Пиногора-то рыба такая. Да, ее покупать нельзя, поэтому... Ну, секундочку, если бы она была не бомбаш, а просто нормальная пиногорка... Нормальная. Почему бы... Нормальная, вполне. Очень вкусная икра, очень редкая, кстати, сказать. Про икру передачу. Вот, сейчас зрители видят вторую. Затем, Костя уже начал говорить, да, о том, что... На банках указывается изготовить время, когда она сделана, когда посолена икра. Там, первая, девятая, десятая. То есть, это первое сентября прошлого года. То есть, это сделано... Костя уже на экстене. Это сделано... Нет-нет, это нормально. Это сделано во время путина. То есть, из свежей икры, из рыбы, которая идет на нерезь, да? Это первое. Второе... Скажите, а дата имеет какое-то значение? Конечно. Даже если она в январе или в феврале, лучше не покупать. Или все-таки... Если она сделана в феврале, значит, эта икра была заморожена в ястыках и привезена туда, куда она раскатывалась. А, то есть, лучше искать, чтобы даты изготавливались... Июль, август, сентябрь, октябрь. Потолок, октябрь, потолок. Потолок, это осеннее... Это, значит... Это осеннее... Это осеннее китайское соколение. Вот, 11 января. То есть, это не брак. Это икра может быть заморожена просто, привезена. Она будет хуже по качеству. Это не брак. Но! Это уже брак. Но! Но! Костя! Вот я вам говорил, да, коллеги. Значит, надо уметь читать. Вы берете и читаете. Икра лососевых рыб. И вот здесь вдруг появляется такое прилагательное. Имитированное. Что значит имитированное? Мы с вами опять разворачиваем и читаем. Икра имитированная лососевых рыб. Состав. Вот то, на что никто почему-то не обращает внимания. На самом деле, производитель скажет вам потом. Ребята, я вас не обманывал. Я все написал на банке. Состав. Мясо лосося, рыбный бульон, альгинат натрия. В скобках экстракт бурых водорослей. Растительное масло соль. То есть, это не икра. То есть, в этой икре икры нет? Нет. Вообще. Поэтому мы ее тоже отставляем, да? Дети, посмотрите. Такой брак. В этой икре икры нет. Совершенно спрямую. Потом, что вы должны посмотреть? Икра должна быть раскатана в июле, августе. Давайте откроем, мы посмотрим. А мы сейчас откроем. Хорошая мысль. Ну, мысль-то правильная, абсолютно. Значит, игра должна быть раскатанная. Если игра не полезная, лучше просто не покупать. Правильно. Значит, нам надо понять, какая полезная, и покупать полезную. Каждый покупатель должен знать элементарную вещь. Лососи водятся у нас на Дальнем Востоке. Следовательно. Она должна быть раскатана на Сахалине, на Камчатке, в Хабарамском крае, в Магадане. Раскатана это что? Раскатана, то есть закатана в банке. Раскатана, значит, закатана. Да. Когда вы читаете, Московская область, город Фрязино, улица Электрозаводская, 5-й сарай сбоку, да, ну, самое время насторожиться. Вот Солнечногорский район, поселок Андреевка. Ну, вот, пожалуйста, да. Камчатский деликатес написан на банке. Ну, в Солнечногорском, слушайте, ну, не надо... Вы как в воду глядели? Московская область, город Фрязино. Я знаю просто, мы у нас, не у нас, а у Роспоряднадзора руки никак не дойдут до этой организации, и она может быть даже вкусной. Но надо понимать, что это икра не из свежего сырья, она была заморожена, проведена через всю страну, 10 тысяч километров, и потом закручена в банке в Московскую область. Поэтому надо смотреть на изготовителя. Ага, вот, пожалуйста, Сахалинская область, Корзаковский район, поселок Охотское. Почему бы нет? Прямо на берегу Охотского моря. Кстати сказать, город Фрязино, видите, распирает банку, значит, в ней идут какие-то процессы. Вот видите, выгибается крышка. Значит, еще неделя-другая, а может быть и два часа, начнется бомбаж. То есть здесь какие-то микроорганизмы не полезны для здоровья. Чем грозит такое? Убираем. Ну, пищевым отравлением. Давайте откроем. Давайте откроем. Андрей Анатольевич, а сколько должна стоить такая баночка? Иди сюда. Банка икры красной. Вот они назывались в СССР Аэрофлот. Ну, у этой банка меньше, вообще в ней 140 грамм было. Ну, вот в такой, допустим, да, баночке? Кость, подставь в Кусинбанку, посмотрим. Сейчас производители идут на вщвение, они выпускают банку чуть меньше, покупателю тяжело определить на глаз, 140 грамм она или 120, да? То есть никто никого не обманывает. Вот эта банка традиционная, 140 грамм, она не может стоить дешевле 210 рублей, не может. То есть вот такая баночка в магазине дешевле, чем 210? А вот эта баночка, вот, Леш, видите, как вас легко обмануть? Обратите внимание, вот эта банка, 140 грамм, а эта внешняя, пока вы и так не сравнили, вы их не определите, да? А здесь в этой баночке меньше грамм, но эта икра высокого количества, сейчас мы увидим. Могу ребенку? Конечно, конечно. Эту икру сколько угодно. Я посмотрела. Будешь кушать? Это не сушить? Курочку, будешь кушать? Сань, очень вкусный бутерброд и с чаем. Замечательно. Очень полезно. Да, бутерброд с чаем. Замечательно. Так вот, посмотрите, да. А тут полезно, полезно. Надо туда положить сливочного масла. Ну, Илюш, не будем, Илюш, обманывать покупателей сливочным маслом. Вот обратите внимание, хорошая консистенция, да, нет воды. Она, пожалуйста, она не езжает. Это вторая ложка, но кто вам считает, как говорят в Одессе? Нет, ради бога, пожалуйста. Мы еще можем обмануть баночку. Андрей Дорчич, на самом деле, это лучшая реклама хорошей икре. Вот тот аппетит, с которым чемпион мира по МОКСу поедает эту икру, говорит о том, что икра высокого качества. Рыбьи яйца. Так на Руси называли икру. И ели деликатес не по праздникам, а каждый день. И даже не красную, черную. Еще 200 лет назад в России под словом икра, как бы мы сейчас сказали, по умолчанию всегда подразумевалась икра только осетровая. Эту черную, сытную и калорийную рыбаки брали в дальние походы. Легендарный Джеймс Кок, посетив поселение русских на Аляске, писал. Икра, сбитая в массу вроде сухого пудинга, служит русским вместо хлеба. А настоящего хлеба они имеют очень мало. Им лишь лакомятся. Черную икру варили в уксусе или маковом молоке. Посыпали рубленной зеленью, подавали на стол с вином, водкой и хлебом. Но это лакомство, как сказали бы сейчас, для среднего класса. Знать и бояре смаковали золотистую щучью икорку. Икра черная, красная. На самом деле икра красная имела шанс появиться на столе Ивана Грозного примерно такой же, как икра баклажанная. То есть никакого. Да, заморская икра. Баклажанная. Сейчас вся красная икра приходит к нам с Тихого океана. В то время этот путь занял бы не один год. Поэтому в столице красную не ели. А на Дальнем Востоке смесью из сушеной красной икры белели дома вместо извести. В 19 веке читателю, когда там какой-то поваренной книге, приходилось разъяснять, что это такое. Тем временем в Центральной России крестьянам если и перепадала икра, только черная паюсная, залитая концентрированным раствором соли. Она хранилась долго и стоила недорого. Как предмет роскоши икра стала расцениваться, а именно ситровая икра, только уже при советской власти, при том в послевоенные годы. В советском бесклассовом обществе икра постепенно становилась культовым продуктом. Причем красная стала дешеветь, а черная дорожать. До нас дошел миф о тогдашнем изобилии. А что если банка икры стоит ползарплаты рабочего или служащего? Несколько бутербродов с красной придавали застолью особый шик. По праздникам ее могли позволить себе инженеры и скромные служащие. Дальневосточная кетовая икра. Кто ее не знает? А вот чтобы достать баночку черной икры, нужны были хорошие связи. В 60-е бутербродами с икрой кормили космонавтов. Тогда же в СССР началась работа по созданию дешевой искусственной икры. Ее придумал химик Александр Несмеянов, директор Московского института элемента органических соединений. Это был фурор. Я помню очень хорошо, когда я ехал в трамвае в институт, то говорили, что, ребята, вот здесь вот сделали, представляете, до чего нашла наша наука, а не сделали икру. Новый продукт назвали «Искра». Аббревиатура от слов «искусственная» и «икра». Вот эта вот баночка, это был самый первый процесс. Здесь написано «Московский желатиновый завод», где, собственно, вот... То, что когда-то стало прорывом в науке, сейчас можно повторить на любой кухне. Засыпаем желатин в холодную воду. То на литр мы реально должны добавить 50 грамм этого желатина. Оставляем набухать. В литре воды растворяем 100 граммов сухого молока. Нагреваем желатин и смешиваем с молочным белком. И капаем в холодное растительное масло. Ну вот у вас реально получилось черное. Готовую икру выдерживали в смеси из перемолотых селедочных молок. За годы рецепт приготовления имитированной икры изменился. Сейчас производители варят концентрированный рыбный бульон. В него добавляют порошок агар, экстракт морских водорослей, натуральные красители. Потом солят, капсулируют и консервируют. Все мы знаем, какими полезными свойствами им обладает рыбный бульон, который находится в основе этого продукта. Про ингредиенты, которые еще используются, допустим, вытяжки из морских водорослей, я могу сказать, что они обладают свойством выводить из организма человека токсины и шлаки. Сегодня искусственная икра – закуска, доступная каждому. Средняя цена – 80 рублей за баночку. О вкусе и полезности аналоговой икры можно спорить. Но вот зеленые точно должны оценить заслуги производителей имитированной черной. Мы сохраняем популяцию осетров, потому что мы производим имитированную икру и как бы заботимся о сохранении окружающей среды. Искусственной икрой партия планировала кормить народ. Сами партийные бонзы предпочитали красную икру чевычи, тихоокеанского лосося, и особый шик-бутерброд стендаль – черной икрой по красной. В 90-е икра уже не дефицитный, но по-прежнему культовый продукт. Стесняться богатства теперь не принято. И настоящим символом времени становится плакат «Жизнь удалась» дизайнера Андрея Лагвина. Опять же черным по красному. Когда жизнь удалась, такое не выразишь картины из шпрот или майонеза. Как-то неубедительно. Я, кстати, своим заказал, уже как бы заранее, что когда помру, чтобы не писали. Жизнь удалась, прикольно будет. Дизайнер Лангвин привык творить арт-объекты из подручных средств. Сегодня и только для нас он восстановит свой икорный шедевр. Замечали, бутерброд прибиваешь к стене, красный икрой, и все, он мумифицируется полностью. Итак, нам понадобится столик с прозрачной поверхностью, 500 граммов красный и 300 черный. Но сначала вся икра должна пройти кастинг. А, черное золото. Она должна быть в меру клейкой и в меру рассыпчатой. Надпись наносится через трафарет. Обратите внимание, мы не ставим восклицательный знак в конце фразы. И так уже на пределе эмоций, куда что-то ставить на маку. Смотрите через несколько минут, как подоить морского лежа. И может ли ментай спасти от радиации опасная икра. Выход есть. Кость, ну вот в начале программы вы заявляли, что разбираетесь в икре. Пожалуйста. В середине программы я думал, что еще немножко узнал. Сейчас вообще ничего не понимаю. Хотя постараемся, да? Хотя со сценарием был знаком. Очень часто люблю делать от обратного, да? А, логично. То, что все, ну половина вот тут. Есть такие вот, например, вот это, я вообще не представляю, что это такое. Страшно, что это, что за страшно. Ну, кстати, зря она просто может быть копченая. Да, очень вкусная икра, попробуй. Это что за звер? Не бойся. А это икра ментая с печенью, насколько я понимаю, вместе. С печенью? С печенью вместе, да. Нет? Да? Сазан. Сазан. Ну, вот видите. Ну, ладно. И я не все знаю. Первая ошибка. На третий час можно ошибиться. И я не все знаю. Но должна быть вкусная, кстати. Кстати, Алексей, хочу вам рассказать одну любопытную историю. Знаете ли вы о том, что русские понятия не имели о том, что такое черная икра до тех пор, пока Иван Грозный не взял Астрахань? Это первое. Да? И мы ее делать не могли. Вот такой икры у нас не было. У нас была икра размазня. Не умели пробивать. Делали так, как примерно Костя на обе. То есть сплошняком делали икру. А пробивать это что значит? Это пробивать, это чтобы она такая была землистая, такая грохоткая специальная. Вот эта каша делала кругляшка. Да, да, да. И еще сто лет, после того, как русские узнали икру, она в виде каши такой выглядела черной. Еще сто лет после этого еще, уже в 16 веке, самой ценной икрой считалась белая икра на Руси. Балтус, щука и так далее. Кстати, если вы попробуете, она... Щуча была дороже черной? Да. Но это было 450 лет назад. Щука. Щука, щука, конечно. Попробуйте, очень вкусная икра. Вот именно ее красят и подделывают под черную, пищевой краской. Да, именно щучу. Но она похожа по размеру. Икра очень вкусная. А вот это, кстати, между прочим, это икра ментая. Я сам себя буду проверять. Ментай, все правильно. Щука. Это икра ментая, кстати. Костя, вот попробуй. Ты никогда не пробовал, не будешь, икра ментая? Нет. Все красная, черная. Нет, ну вкусная икра, действительно. Это, Леша, очень хороший разговор о том, что в стране очень много видов икры. Вы просто привыкли, черная икра и красная. То есть, получается, вот эта щучая икра ментая, она с точки зрения пользы, полезности... Ничуть не уступает. Не уступает? Нет, абсолютно. Ну, по вкусовым качествам. Вот вы попробовали черную, вы пробовали красную. И сейчас пробуете белую икру и икру ментая. Но что, вы скажете, что это хуже, чем красная икра? Она другая. У нее, может быть, более... Ее больше можно съесть. Ну, может быть, и так. Тоже интересный такой момент. А что у нас по соотношению цена-качество получается оптимальным? По оптимальным, ну, наверное... Ну, во-первых, красная икра, она все-таки доступна, мне кажется. Да, 200 рублей баночка может себе позволить... Ну, даже пенсионеры, наверное, могут купить баночку икры. Люди более обеспеченные могут позволить себе это. Раз в неделю есть, да? А что касается белой икры, она значительно дешевле. Вот эта черная, естественно, которую мы делали, это тоже черная. Вот эта белая. Причем, обратите внимание, да, стерлядь, а это осетр. Чернее икра и чуть-чуть крупнее икринки. И перебивают. А у белуги еще более крупные икринки, и она такого серо-жемчужного цвета. Самая дорогая икра. Нашу еще, да. Самая красивая. Да, кстати... Если помешать их, перемешать. Можно сделать. Делают, допустим, когда делают икру осетровых рыб, могут смешать осетра с севрюгой и с шипом, допустим. Есть тоже такая рыба. Можно сделать. Андрей Анатольевич. Но опять специалист сразу определит. А вы сами какую больше всего любите? Больше всего щучью. Вот эту? Если честно, да. Очень вкусная икра, на мой взгляд. Очень люблю икру минтая. Красную икру ем только свежую. Ну, я много пробовал первый раз сегодня. То есть есть о чем подумать после передачи? Да. Как-то пересмотреть, может быть, свои воззрения гастрономически? Сиди такой, Константин, со списком. Просто реже будешь кушать наперчерную, немножко реже красную. И осталось опять тоже щучью. Да, кстати, еще хочу сказать, коллеги, очень важно заметить. Многие люди просто не знают, что такая икра существует. Она практически не фальсифицируется. Понимаете? Подделывают то, что популярно. Ну, как в лекарствах, так же и в икре. Подделывают черную икру, подделывают красную. Поэтому, когда вы придете в магазин, допустим, увидите банку щучьей икры, вы можете быть уверены на 99-99% что-то нормальная, хорошая икра. Никто не подделывает. Хочу обратить внимание, что все это разнообразие, это икра, рыб. А еще есть икра? Есть икра. Икра ежа. И сейчас мы просим нашего гостя подоить ежа. Как подоить морского ежа? Может ли ментай спасти от радиации? Опасная игра. Выход есть. Смотрите через несколько минут. И сейчас мы просим нашего гостя подоить ежа. Вы знаете, я не буду этого делать, не хочу убивать животных в кадре. Он живой, что ли? Да, конечно. Это наши с Дальнего Востока привезем. Еще вчера плавали в Тихом океане. Это вот то, чем богат наш Дальний Восток. Леша, плавали, конечно, это сильно сказано для ежа, да? Еж это сидячий объект, но тем не менее. Делается он так, я просто покажу, не буду делать. Делается вот свежий еж, вот так он вскрывается ножом, открывается, как крышечка, и там находится икра. Икра морского ежа. Она, ну, что называется, на любителя, это речь достаточно специфичная по вкусу. Белая, да, цвет? Она не белого цвета, она такого желтовато-коричневого цвета, но в двух морских ежах находится запас йода, необходимый вашему организму на месяц. То есть, если есть проблема с йодом... Два, все. Да, то есть он на месяц проблему с йодом закрыл. Итак, мы узнали сегодня, что даже у ежей есть икра, поэтому берите ручку и записывайте все советы, которые вы можете получить в нашей программе, как правильно выбрать икру и какую икру стоит есть, а какую лучше избегать. Икра не роскошь, а средство употребления. Чтобы употребить для пользы тела, надо выбирать со знанием дела. Первое. Хорошая красная весовая икра не должна быть жидкой. Если икринки плавают, значит икра размороженная. Если икринки ссоклись, тоже плохо. Икринки должны лежать отдельно. Обращайте внимание на цвет. Икра не может быть коричневой. Она должна быть разного цвета, красного цвета, разных оттенков. Смотрите внимательно. Вот так выглядит качественная икра. Вот так просроченная. А так искусственная красная. На вид она похожа на пластмассу. Второе. Если вы покупаете икру в банках, смотрите на место производства. Желательно, чтобы это был Дальний Восток. Например, Камчатка или Сахалин. Когда вы читаете Московская область, город Фрязино, самое время насторожиться. Обратите внимание на дату. Лучше выбрать июль, август или сентябрь. Именно в это время рыба идет на нерест. Потолок, октябрь потолок. Если на крышке зима или весна, икра не брак. Просто ее заморозили, потом разморозили и закатали в банки. Вкус, увы, не тот. И, конечно же, берегитесь бомбажа. Вот этот вот звук характерный. И помните о цене. Хорошая красная икра не может стоить меньше 210 рублей за обычную банку весом 140 граммов. И главное, не гонитесь за красный и черный. Ведь это маркетинг возвел их в культ. Любая другая икра ничуть не хуже. Ешьте икру ментая, как японцы. Или щучью, как глава Росрыболовства. Итак, по соотношению цена-качество, а в данном случае цена-пользы, победила икра щуки. Как и обещал, эту икру я даю своим детям. Ешьте себе на здоровье, ну, как хочешь. Нашим же гостям я тоже выручаю по баночке щучьей икры. Чудом она завалялась у меня в кармане. Спасибо. Нам же на память остаются эти несколько тазиков черной и красной икры. Придется поедать. На сегодня я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин